Всем привет! Давайте сегодня запишем некоторые видео, которых очень много в интернете, но я это сделал. Покажем счетчик FPS в самой игре, отобразим его в виджете. Это не особо сложно сделать. Давайте создадим New Widget Blueprint. Давайте назовем его FPS, чтобы не запутаться. Зайдем в него. Получается, нам надо куда-то поместить. Открываем common, достаем текст. Давайте сразу более-менее красиво его обозначим. Зайдем в фонд, поставим размер побольше 50. В принципе достаточно. И можно шрифт поставить какой-нибудь. Будет совсем шикарно. Теперь нам нужно создать на этот текст bind. Так, создали. Теперь можем сделать так. Вытащим переменную. Создадим. Назовем ее... Давайте лучше назовем ее текст FPS. Так, текст FPS. Так, текст FPS. Можем оставить так. Можем сделать немножко по-другому. Нам нужно получается... Давайте сделаем сначала так. Теперь нам необходимо в eventGraph на tick поставить вот такую структуру. Delay. Delay делает у нас задержку на определенный срок для отображения счетчика. Давайте выставим его 0.1. Пусть будет так. Далее мы выставляем запись нашего, так скажем, параметра. Это вот текст FPS. И in deltaTime мы должны разделить... Точнее, единицу мы должны разделить на deltaTime. То есть сверху единица, внизу deltaTime. Далее мы можем выставить... Просто подключив... Но мы сюда, когда подключаем, у нас сразу создается нода to text. Давайте проверим. Для начала нам надо добавить этот виджет персонажа. Давайте на персонажа, на BeginPlay повесим создание виджета. CreateWidget, VGFPS и AddToViewPort. Как раз таки покажем, создадим. Сохраняем, запускаем. Как видите, да, скачет циферки 120, 119. Давайте изменим, чтобы было более-менее красиво. Можем, конечно, создать вот так переменную. Давайте текст FPS2 назовем ее. Она будет у нас тип Integer. Так, пока вот это мы создадим Comet1. Чуть-чуть уберем. Пока отсоединим. Мы просто скопируем данную часть и... В принципе, здесь копировать-то нечего, кроме dv. Здесь мы практически все то же самое. Так, это сюда. Этот мы записываем снова и в этот мы подаем значение. Так, и здесь мы только из float, получается, trucade мы обрезаем необходимый, ну, то есть сокращаем, в общем, наш текст до определенного значения. То есть возьмем целое число. Так, теперь давайте изменим немножечко getText. Зайдем сюда. Здесь мы немножко изменим. Давайте это пока отнесем в бок куда-нибудь. Здесь мы вытащим формат текст и пропишем FPS, допустим, двоеточие, пробел. Здесь мы запишем наше получение значения в скобочках. Так, максимально прибавил. Увеличил, точнее. Давайте напишем FPS. Так, int. Входящее значение. Так, и подадим нашу как раз таки переменную, которую мы создали. Get-значение. И все. Давайте сохраним и проверим, как она теперь отображается. И как видите, да, у нас целое число только лишь отображается. Вот, если мы покрутим при прыжках, у нас кое-где проседают FPS. В общем, вот так вот. Второй вариант более интересен и надежнее. Здесь он как раз таки добавляет текст дополнительный. Ну, по возможности можно даже и, в принципе, и сюда было его добавить. Но немножко затратнее. А на этом все. Если что, что-то интересное, пишите в комментариях. Будет очень интересно посмотреть. Всем пока.